Это прямой эфир. Здравствуйте. Больше 5300 обращений граждан поступило в 2023 году в региональное МинЖКХ. На что больше всего жаловались Ставропольцы? Какие проблемы решили? Где продолжается капитальный ремонт сетей водоснабжения? И как отработали в праздники, например, региональные операторы? Рада приветствовать в нашей студии министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Александра Рябикина. Здравствуйте, Александр Владимирович. Здравствуйте. Предлагаю сначала поговорить об итогах, конечно же, 2023, начать со взаимодействия с жителями края. Это немаловажно, когда мы получаем обратную связь. За год поступило больше 5000 обращений в МинЖКХ, как мы уже сказали. Какие были основные запросы? Можем ли мы сформировать сегодня такой рейтинг обращений? Знаете, вначале хотелось бы сказать такую небольшую аналитику. Мы сравнили и изначально свою работу строим, в первую очередь, на тех обращениях, которые поступают в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства, планируем свою работу. Мы провели аналитику по количеству обращений, поступивших и в предыдущие периоды. Она, в принципе, сохраняется на этом уровне. Где-то незначительный рост, где-то снижение по отдельным вопросам идет, но, в принципе, общий объем сохраняется. Основные вопросы, которые беспокоят жителей, это вопросы инженерной инфраструктуры, работы инженерной инфраструктуры. Это в части водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Второй блок вопросов – это вопросы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы капитального ремонта. Третий блок вопросов – это, что волнует жителей наших Старопольского края – это вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами. Мы, как всегда я говорю, на всех площадках и в рамках общения со средствами массовой информации, при докладах нашим жителям, мы открыты для такой информации. Мы всегда готовы и встречаться с жителями, мы проводим приемы граждан по волнующим вопросам и выездные, и в рамках здания Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Вы можете обращаться, обращаясь уже к жителям, можно обращаться и по, скажем так, общепринятым каналам связи, это обращение в письменном виде, лично прийти, написать заявление или к тому или иному должностному лицу записаться на прием. Также можно посредством электронной почты, мы активно используем и каналы, ну, скажем так, современные каналы связи, это социальные сети, также вы можете оставить там свое обращение, свою заявку, мы обязательно ее рассмотрим. Ну, состояние водо- и теплоснабжения, водоотведения, да, первая строчка этого рейтинга, где проблемы удалось решить, где еще, возможно, придется подождать, потому что, ну, конечно же, эти решения требуют наверняка немалых, в том числе финансовых вложений, но и времени потребуется много для их решения. Да, действительно, вопросов требующих внимания очень много в части водоснабжения и водоотведения, мы достаточно серьезную работу за последние пять лет провели, цифра исчисляется миллиардами рублей, вложенных в систему водоснабжения и водоотведения. Если говорить о 23-м годе прошедшем, мы достаточно большой объем также работ провели, это, если пообъектно говорить, основной такой важный объект, который мы завершили строительством, это реконструкция очистных сооружений водоснабжения в городе Новоалександровске, Новоалександровского городского округа. Он позволяет обеспечить водоснабжение более 30 тысяч населения данной территории, что позволило в совокупе с уже введенным в эксплуатацию ранее объектом водовод Восточный Новоалександровского городского округа, в совокупе эти два объекта будут давать качественное питьевое водоснабжение для населения Ставропольского края. То есть мы можем говорить, что в этой точке уже все работы завершены? Нет, это, скажем так, основной момент, который позволит нам обеспечить нужный объем ресурса для конечного потребителя. Понятное дело, что в населенных пунктах еще есть чем заниматься, это и разводящие сети, и подводящие сети к населенным пунктам. Но эти два объекта, и водовод Восточный, и ОСВ Новоалександровская, они в общей совокупности дадут два раза увеличение объема подачи воды населению. Очень важный объект. Плюс мы провели мероприятие по строительству разводящих сетей в хуторе Хорошевский. По решению губернатора Ставропольского края в рамках бюджета Ставропольского края были выделены порядка 30 миллионов рублей на эти виды работ. Мы провели работы по разводящим сетям в данном населенном пункте Предгорного района. В предыдущий период также по решению губернатора мы подвели подводящий водовод к населенному пункту. В 2023 году завершили разводящие сети. Очень важно для населения было реализация этого проекта. Плюс мы сделали разводящие сети, капитально отремонтировали в селе Московском из Абилинского района. По поручению губернатора Ставропольского края, вы знаете, был, так скажем, известный случай в Мариных колодцах Мироловодского городского округа, где были вопросы в части качественного водоснабжения. Мы, по решению губернатора, были выделены средства краевого бюджета и провели работы по капитальному ремонту систем водоснабжения в данном населенном пункте. Провели мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения в станице Маринска Кировского района. Провели работы по капитальному ремонту и строительству новых сетей водоснабжения в станице Георгиевского городского округа Ставропольского края. Плюс провели достаточно большой объем работ по капитальному ремонту на территории таких районов Ставропольского края, как Шпаковский, Играчевский, Красногвардейский, Апанасенковский, Андроповский. Благодарненский округ, там строительство подводящего водовода, да? Да, вот комплекс мероприятий по капитальному ремонту, мы докладывали ранее, мы привлекли средства Фонда национального благосостояния. Вот эти все мероприятия были проведены за счет этих средств и в том числе начали производство работ в предыдущем периоде времени в Благодарненском городском округе. Это реконструкция медленных фильтров на очистных сооружениях водоснабжения и подводящий водовод от очистных сооружений водоснабжения к промзоне города Благодарного. Тоже очень важный объект, там у нас есть вопросы по качеству водоснабжения и по реализации этого объекта мы эти вопросы снимем. Медленные фильтры? Да, но у нас есть технологии, которые так называемые быстрые фильтры и медленные. Это система очистки воды, водоподготовка для того, чтобы уже подать в сеть для конечного потребителя качественную питьевую воду. Так, а вот непосредственно здесь когда будут работы совершены в Благодарненском городе? 24-й год, текущий год. Где продолжится также работа в 24-м наступившем? Достаточно большой объем также. Мы оцениваем общую стоимость затрат более 2-х миллиардов рублей, которые будут потрачены в текущем году. Это объекты и линейные, это объекты подводящих систем водоснабжения, это и объекты реконструкции очистных сооружений водоснабжения. Если мы говорим о реконструкции ОСВ, мы планируем также за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния реконструировать объекты водоснабжения. Это в Ипатово, в Дивном, в Станице-Ново-Троицко-Изабильнического района и в Затеричном. То, что касается проведения работ по строительству линейных объектов, у нас очень важный и крупный объект. Мы начали его производство работ в прошлом году, в 2023. В текущем году мы должны завершить. Это межпоселковый водовод Придгорного района. Более 30 километров сетей мы построим, обеспечим качественной питьевой водой населенные пункты ЮЦА и ТОКА. Часть города Пятигорска также будет захвачена этим объектом. И я думаю, что этот объект даст положительный эффект к части стабильного водоснабжения данной территории. Ну, объем работ так не снижается, да? Не снижается. Потому что мы слышим. А финансирование, как вы сказали, из фонда благосостояния, получается, много вы перечислили из краевого бюджета, да, выделено? Но львиная доля откуда все-таки? Вы знаете, очень сложно сказать, откуда львиная доля. Мы можем говорить, что, ну, скорее всего, это будет все-таки федеральный бюджет, потому что за счет средств краевого бюджета очень сложно такие объемы выполнить. Если мы говорим о межпоселковом водоводе предгорного района, мы львиную долю, 95% софинансирования на реализацию объекта, это более 800 миллионов рублей, привлекли из средств федерального бюджета. Плюс нам помогает реализация проектов, федеральный проект формирования комфортной городской среды, национальный проект в рамках федерального проекта «Чистая вода». Мы начали реализацию в прошлом году строительства подводящего водовода в ауле Дель-Бай Благодаринского городского округа. В текущем году мы должны завершить. Так вот, объем финансирования по данному проекту составляет 99% федеральный бюджет, 1% софинансирования краевого бюджета. Поэтому основной массой средств привлекается и за счет средств федерального бюджета, и других финансовых инструментов, которые позволяет нам сегодня законодатель. Это и фонд национального благосостояния, и инфраструктурные бюджетные кредиты, и специальные казначейские кредиты, и так далее. Ну, то есть много инструментов в помощь. Далее в рейтинге обращений реализация региональной программы капремонта общего имущества. Вопросы у жителей из года в год одни и те же по срокам качества работ, оплате самих взносов. Какие можем вспомнить примеры, на что жаловались жители? Основная масса жалоб поступает на качество производства работы и на сроки производства работы. Мы ежегодно отмечаем снижение количества таких обращений за счет планомерной работы и наших коллег из фонда капитального ремонта многоквартирных домов, активного участия органов местного управления и активной позиции жителей, в домах которых проводится такой капитальный ремонт. Активная позиция исчисляется во взносах самих? Нет, я говорю именно о контроле качества производства работы. То есть жители самостоятельно контролируют, смотрят, дают замечания, постоянно на связи находятся со специалистами фонда капитального ремонта. Отсюда мы снижаем количество обращений в части либо сроков нарушения, либо качества производства работы. Мы реализуем региональную программу. У нас в региональной программе более 8 тысяч многоквартирных домов находятся. Более 3,5 тысяч с момента начала реализации программы мы уже капитально отремонтировали. На текущий год у нас порядка 380 домов стоят в плане капитально отремонтировать. И порядка 90 лифтового оборудования, объектов лифтового оборудования мы должны заменить в текущем году. То есть если не устраивают темпы работ, куда все-таки обращаться первым делом? Первым делом необходимо обращаться либо в управляющую организацию многоквартирного дома. Вторым вопросом вы можете обратиться в фонд капитального ремонта. Телефоны в общедоступном ресурсе имеются. И если не устраивают эти каналы связи, вы можете всегда обратиться в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Любое обращение будет рассмотрено. Если жильцы контролируют ход проведения работы, можно ли это фиксировать, фото, видеосъемка и представить? Конечно. Это даже поможет нам в объективности рассмотрения вопросов. Хорошо. В целом, как вы оцениваете работу программы капремонтов Крыма? В целом еще работы очень много. И говорить если о финансовой составляющей программы, то она, конечно, требует дополнительного внимания. Почему? Потому что мы, если вы помните, в конце прошлого года подняли стоимость, приняли решение о поднятии платы за взнос капремонта до 12.63-13.63 с лифтом или без лифтового оборудования платы за капитальный ремонт. Мы с 2019 года такое решение принимали. В соответствии с решением губернатора Старопольского края увеличение стоимости износа капремонта был заморожен. Но с учетом экономической обстановки, с учетом конъюнктуры рынка на рынке строительных материалов, у нас ценовая политика изменилась в сторону увеличения. И уже проведение капитального ремонта МКД в рамках той ценовой политики, которая сложилась, практически становится невозможной. Поэтому было принято решение по этапным повышениям. На сегодняшний день я уже обозначил, какая стоимость взноса на капитальный ремонт действует с 1 декабря 2023 года. Если говорить об объективности, то объективная стоимость экономически обоснованной взнос на капитальный ремонт на сегодняшний момент должен составлять 23 рубля. То есть мы установили плату в два раза меньше, чем экономически обоснованный тариф, если можно так сказать, должен быть для проведения всего комплекса капитального ремонта. Но все равно не все жильцы, наверное, восприняли эту новость положительно, да? Сколько времени потребовалось, чтобы начали платить? Вы знаете, наши жители достаточно активные и достаточно сознательные граждане. И они в большей степени производят плату за капитальный ремонт. У нас собираемость более 90% составляет на территории Ставропольского края достаточно хороший показатель. Но есть в любом случае к чему стремиться. Поэтому есть жители, которые негативно отреагировали, но, наверное, имеют на это право. Есть жители, которые объективно посмотрели на ситуацию. Мы все ходим в магазины, мы видим, какая ценовая политика. Если, допустим, кто-то занимается ремонтом, он может зайти в строительный магазин и увидеть, как ценовая политика изменилась за последний период времени. Поэтому есть люди, которые объективно оценили и приняли это должным образом. Активные работы с весны начнутся? Мы сейчас уже занимаемся подготовкой к производству работ. Понятное дело, при наступлении и благоприятных погодных условий, если мы проводим капитальный ремонт, допустим, крыши, либо фасада, либо подвальных помещений, фундаментов, то, конечно, в зимний период их сложно проводить. Если же мы говорим о замене лифтового оборудования, либо замене коммуникации, то мы можем уже приступить сейчас. Но сейчас мы занимаемся именно подготовкой соответствующих документов, чтобы провести конкурентные процедуры на отбор подрядчиков на производство работ. Как только эти мероприятия будут проведены, подрядчики приступят к выполнению работы. Недавняя авария на газопроводе по улице Буенакского в Краевой столице. Что стало причиной этой аварии? Губернатор поручил проконтролировать работу вообще, да? И возможные такие нарушения. Что там случилось? Это был частник. Кто устроил это? Это частное лицо, которое без согласования начало производить работы по подключению систем водоснабжения в своих интересах. Да, действительно, был поврежден в результате таких неправомерных работ, был поврежден газопровод. И в дальнейшем были повреждены сети электроснабжения, которые в итоге привели в такой ситуации, при которой снабжение газом котельных в городе Старопольте было котельное в северо-западном районе Старопольского края на улице Буенакского. Прекратилась подача газа для работы котельной. Мы не приостановили подачу тепла, потому что в системе сохраняли теплоноситель с температурным режимом. В течение нескольких часов были привлечены все необходимые службы, и в течение нескольких часов были проведены аварийные и восстановительные работы, и газоснабжение было восстановлено, и моментально были включены, скажем, нашим языком, горелки в котельных, которые позволили восстановить нормальную подачу теплоносителей для потребителей. В настоящее время, конечно, компетентные органы проводят соответствующие проверки, изучают все материалы случившегося, и по итогам этой проверки будет дана соответствующая оценка, и если будет необходимость, то будут привлечены их соответствующие ответственности. А какую в целом ответственности кто несет в подобных случаях? Здесь виновное лицо будет устанавливаться, еще раз говорю, компетентными органами. Если говорить об ответственности, она может быть различной, исходя из результатов, последствий совершенного поступка. Здесь как от административной вплоть до уголовной ответственности. Уголовная ответственность, понятное дело, если будут жертвы, и так далее, и так далее. То есть эти меры ответственности будут устанавливать наши коллеги из компетентных органов. Это случилось уже после новогодних каникул, а сами новогодние каникулы спокойно прошли? Аварий не было? Новогодние каникулы спокойно прошли, все работали в системе жилищно-коммунального комплекса штатно. Мы перед началом ежегодных каникул, новогодние праздники провели соответствующие встречи и совещания с нашими коллегами. Поставили задачу, чтобы и аварийные диспетчерские службы работали, и аварийные бригады оперативно могли выехать на тот или иной инцидент. Слава Богу, у нас аварийной ситуации не случилось, все прошло штатно, и вот такой инцидент сразу после выхода случился у нас в городе Старополь. Но также коллегам большое спасибо за оперативность и качественную выполненную работу. Как встретишь Новый год, так и проведешь. Будем считать, что год должен пройти успешно, раз уж у нас в каникулы ничего не случилось. Среди тем лидеров по числу обращений возвращаемся к нашему рейтингу. Вопросы вывоза ТКО. Как же вывозили мусор в праздники? Как к этому готовились? Какая была вообще поставлена задача превентивная? Задачу мы всегда ставим в конце года, перед праздниками, чтобы наши коллеги из мусоровозящей компании, в первую очередь это 4 региональных оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории края, не обеспечили своевременный и качественный вывоз ТКО с мест накопления этих отходов. Была усилена группировка. В целом, если сказать в цифрах, то в два раза было усилено. Порядка 550 машин работало. Порядка 800 сотрудников мусоровозящих компаний работали в новогодние праздники. То есть в целом где-то в два раза была увеличена и чистота, и, соответственно, задействована сотрудников в процессе вывоза твердых коммунальных отходов. Понятное дело, что в период новогодних праздников увеличивается количество отходов, накапливаемых на специализированных площадках. Мы выезжали с коллегами, смотрели по территории края, вы знаете, мы выезжали с вашими коллегами в городе Ставрополь, смотрели. То есть работа такая была проведена. За период праздников жалоб со стороны населения в адрес министерства за некачественную работу со стороны региональных операторов мы не получали. Вслед ушедших уже праздников не могу не спросить, как правильно утилизировать елку? Елку необходимы утилизировать, если это живая елка, это относится к твердым коммунальным отходам. Она должна быть размещена либо на месте с коллегами крупногабаритных отходов в соответствующий бункер-накопитель, либо если такой площадки нет поблизости, то вы можете ее аккуратненько оставить на контейнерной площадке, не погружая ее в мусорный бак, чтобы не навредить ни технике, которая будет забирать, ни, соответственно, не повредить те пакеты с мусором, которые находятся там. Аккуратно поставить ее на контейнерной площадке региональный оператор мусорозвращающей компании ее вывезет. Это все входит в тариф, который установлен для регионального оператора. Если в целом говорить о мусорной реформе, хотя мы уже признавали, что нам не сильно нравится это название, но как есть уже, какие промежуточные результаты можно подвести? Промежуточный результат был подведен в конце прошлого года. Ставропольский край по достоинству оценили на уровне Российской Федерации. Мы заняли четвертое место в России на так называемой «зеленой премии», которая проводится ежегодно. Поэтому результаты работы можно оценивать и по этому заслуги, которые мы привезли в Ставропольский край. Если в целом говорить, то реформа проходит пусть и не без каких-либо огрехов, но стабильно. Если говорить по показателям, которые мы должны достичь у нас на территории Ставропольского края в соответствии с национальным проектом и федеральным проектом в области обращения с отходами, реформы обращения с отходами, мы должны не менее 70% отправлять отходов на сортировку. У нас этот показатель 95%. Если говорить о захоронении, то мы должны перерабатывать отходов порядка 20%, мы перерабатываем порядка 30%, то есть тоже показатели перевыполняем. Порядка 70% у нас уходит только на захоронение. И эти показатели постоянно улучшаются благодаря как раз и той программе, которая действует на территории Российской Федерации, благодаря тем усилиям, которые региональные операторы также применяют в своей деятельности. О чем я сейчас говорю? Я говорю о том, что до начала реформы у нас было только 4 мусоросортировочные линии. В настоящее время у нас уже плюс 7, 11 мусоросортировочных линий. Мы говорим о том, что у нас на территории края, включенной в ГРОРО, это государственный реестр размещения отходов, находятся 10 объектов размещения отходов. Один из них – мусоросжигательный завод в городе Пятигорске. Мы говорим о том, что в настоящее время на территории Старопольского края реализуется такой важный и нужный в нашем крае проект, такой экотехнопарк на территории города Невиномыска. В прошлом году был дан старт Старопольский край – один из немногих субъектов Российской Федерации, в которых они будут размещены, и до конца текущего года мы должны его ввести в эксплуатацию. Очень важный и нужный объект переработки отходов. Здесь немаловажное включение самих жителей, я думаю. Приходит осознание того, что мы делаем на всех одно большое благое дело? Вы знаете, исходя из того, что я вижу на контейнерных площадках, когда мы закупаем также при поддержке Федерального центра контейнеры для раздельного сбора отходов, и когда видишь, что эти контейнеры наполняются действительно PET-тарой, то я думаю, что потихоньку такое осознание к нашим жителям приходит. Как обустраиваются площадки для мусорных контейнеров? Я знаю, что эта проблема все-таки остается где-то точечная. И что, если контейнеры приходят в негодность, куда обращаться люди? Здесь все зависит от того, кто является собственной контейнерной площадкой. Почему? Потому что, да, в большей степени у нас является муниципальное образование, но есть такие контейнерные площадки, которые имеются конкретный собственник, частное лицо, либо юридическое лицо. Бремя содержания контейнерных площадок лежит на собственнике. Если контейнеры пришли уже в негодность, то, соответственно, собственник, соответствующий, должен их приводить в порядок. Следует отметить, что мы за период реализации реформы увеличили число контейнеров для раздельного сбора мусора до 5 тысяч. Их в начале реформ было там совсем немного. Из них порядка 2,5 тысяч были приобретены и установлены региональными операторами. Поэтому, если вы видите и понимаете, что контейнер пришел в негодность, необходимо понять, чьи собственности. Ну, зачастую это муниципальное образование, поэтому необходимо обратиться в орган местного управления, для того, чтобы они уже закладывали соответствующие средства в свои бюджеты для проведения ремонта контейнерных площадок. Ну, много работы и разной предстоит ведомству в наступившем году. Основные задачи какие для вас на 24-й? Основные задачи – это продолжить работу по развитию системы водоснабжения, водоотведения. У нас также есть вопросы в части теплоснабжения. Мы сегодня вскользь коснулись об этом, хотя там тоже очень много вопросов, которыми мы должны заниматься. Также мы должны продолжить работу в рамках проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Тоже очень много задач и проблемных вопросов, которые нам предстоит решить. Продолжить работу в рамках реформы твердых коммунальных отходов. Тоже есть моменты, которые требуют до настройки. Плюс у нас очень много вопросов в части помощи органам местного управления по благоустройству территории. У нас достаточно большие средства предусматриваются и в краевом бюджете, и федеральный бюджет нам помогает в реализации этих проектов. Они напрямую сказываются и на облике наших населенных пунктов. Поэтому вот в этих направлениях будем основное свое внимание и сосредотачивать. Ну и опять же, взаимодействие с жителями помогает, конечно, в этой работе. Это в обязательном порядке. Без них мы не сможем правильно настроить свою работу. Спасибо вам за эту беседу, Александр Владимирович. Плодотворной работы в этом году. Вы смотрели прямой эфир. Все наши программы есть на сайте stv24.tv. Увидимся на своем. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!